Микрорайон Подресково, улица Железнодорожная. В рамках масштабной модернизации здесь идет ремонт и замена теплосетей ТСК «Мосэнерго». Как идут работы, проверил первый заместитель главы городского округа Родион Лёвочка. У нас были до этого проблемы большие, то что зимой прорывало, то что люди здесь, воды оставались, сейчас заменили новую трубу, то что очень хорошо сделано. После этого асфальт сделали, то что как они обещали, так все сделано. Очень огромное спасибо. Помимо замены коммуникации на улице Железнодорожной ведут комплексное благоустройство дворов. Важно, чтобы когда будет комплексное благоустройство делаться, я смотрю, яблони, деревья, чтобы не пострадало ничего, потому что жители, мне кажется, микрорайон очень бережно относятся к этим вещам. Ответственно жители Подресково подошли и к обеспечению комфорта для маломобильных групп населения. Люди попросили обратить внимание на недостаточное количество пандусов и исправить ситуацию. Мы записали эти адреса и обязательно в ближайшие дни установим возможность передвигаться мамам с колясками, колясочникам и прочим маломобильным гражданам. Председатель муниципального совета Сергей Малиновский передал еще одну просьбу от жителей микрорайона. По мнению горожан, на некоторых улицах недостаточно освещения. В понедельник будет комиссионный выезд с Россетями, обследование ТП, которое на следующий момент отключено. И в течение трех дней после этого нам обещают свет включить. Комплексное благоустройство территории, как отметил Родион Левочка, хорошая практика, которую необходимо продолжать. Не будет какого-то затяжного ремонта постоянного, когда одни копают, потом другие. Это случайность сегодня, но станет правилом в следующем году. После обхода территории замглавы округа посетил выездную администрацию. На протяжении шести дней профильные специалисты помогали жителям Подресково решать самые разные вопросы. От жилищно-коммунальных до юридических. За несколько дней здесь приняли более ста химчан. Андрей Липанов, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.